Новинку 2018 года моноколесо King... Приветствую всех любителей электротранспорта на моем канале. Сегодня я представляю вашему вниманию моноколесо KingSong KS18L. Новое колесо 2018 года. Сразу хочу сказать, что проехал я на этом колесе уже достаточно много и готов поделиться с вами впечатлениями об этом колесе. Но сначала давайте я расскажу о нем в общем. Это 18-дюймовое колесо, ширина покрышки 2,5 дюйма, аккумулятор 1036 ватт-часов, мотор 2000 ватт, включаю колесо коротким нажатием. Если взглянуть на колесо чуть подробнее, то можно увидеть, что на передней части колеса расположена фара, которая при движении вперед работает как непосредственно фара освещения, а если колесо перевернуть, то оно будет работать как задний габарит и стоп-сигнал. Также в передней части расположено под крышкой два разъема USB для подзарядки внешних устройств, а также такая приятная функция, как воспроизведение музыки с USB флешки. Вставляете ее в этот разъем, и музыка автоматически начинает проигрываться. Ну и кнопка включения. В задней части колеса расположен датчик освещения. При недостаточном свете фара будет включаться автоматически. Зарядный порт, причем зарядных разъема два, можно подключить как одно стандартное зарядное устройство. Кстати, зарядный ток его 1,5 А, заряжает полностью оно колесо за 10 часов. Если же подключить два зарядных устройства, второе зарядное устройство можно приобрести дополнительно, и колесо будет заряжаться в два раза быстрее, то есть где-то за 4,5-5 часов. Ну и присутствует вторая фара, она же габаритный огонь. Как работает фара и датчик освещения? Сейчас фара включена для движения вперед, но если перевернуть колесо и ехать в обратную сторону, то есть на меня, он уже работает как габаритный огонь. Ну и стоп-сигнал. В задней части колеса расположен брызговик, достаточно простой конструкции. Это кусок резинки с красивым логотипом King Song. Со своей функцией защиты ездока от грязи, летящей на спину или же на рюкзак, он справляется полностью. С точки зрения покрытия и его загрязняемости, могу сказать точно, что колесо очень чистоплотное. Немножечко запыляется в задней части, но эта аэродинамика от этого никуда не деться. Но тем не менее, в целом оно остается чистым. Мое колесо выполнено в черном матовом цвете. У будущих владельцев были опасения того, что это покрытие ненадежное, легко царапается, или оно марка, его сложно помыть, ничего подобного. Мое колесо побывало в нескольких легких дорожных происшествиях. Да, на нем появились, конечно же, какие-то мелкие повреждения, но они легко маскируются. Маскировать их можно как обычным черным маркером, ну, что называется, без фанатизма. Второй вариант – это использовать крем для обуви, аккуратненько нанести на эти царапины, и после высыхания аккуратно поверхностно протереть спиртом или white spirit. Это тоже замечательно работает. Еще важным отличием колеса 18L от своих младших собратьев является боковая подсветка. Отличие ее заключается в том, что диоды здесь направлены по ходу движения, ну, соответственно, вперед-назад, то есть продольно. Вот так выглядит она на ходу. Причем с увеличением скорости вращения скорость движения диодов также меняется. Если сравнивать это колесо со своими ближайшими братьями, это Kingsong 18A, Kingsong 18S, то по высоте педалей они практически одинаковые, разницы можно сказать, что никакой нет. Если сравнивать высоту педалей с InMotion V10 или V10F, то у Kingsong педали расположены чуть-чуть ниже, но это никак не сказывается ни на проходимости, ни на угле поворота, поскольку здесь педали чуть-чуть уже. Стоять на них удобно. С завода покрыты наждачной бумагой. Если ездить на колесе динамично, то порой сцепления не хватает. Поэтому такой народный уже, можно сказать, тюнинг педалей это установка шипов. Ну, шипы это громко сказано, это просто винты, которые ставятся вместо штатных и выпирают над поверхностью педали, что позволяет значительно улучшить сцепление с подошвой практически любой обуви. подушки на 18L. Высота их очень удобная. Ширина подушек, на мой взгляд, могла бы быть и больше. Ну, или длина подушек, да, могла бы быть и больше. Также у них достаточно своеобразная форма. Если посмотреть на колесо сверху, то подушки, они вот так вот, как миндалины идут. Анатомически упирается в самую мясистую часть ноги и стоять очень удобно. Колесо совершенно не давит на голень. Несмотря на относительно большой вес и размер, колесо позволяет ехать со скоростью неспешного пешехода. Колесо оборудовано удобной ручкой для перемещения. Она работает и для переноски, и для перевозки. Моментально выхватывается. Можно идти. По окончанию перехода ручка также моментально складывается. Можно ехать. Очень удобно в транспорте. Особенно в метро. Когда в вагоне то она мешается, то она не мешается. То переход, то катишь. Мой рост метр семьдесят пять. Вот это в максимальном по высоте разложенном состоянии. Ее высота такова, что очень удобно можно расположиться на эскалаторе при движении вниз. Вот мне сейчас ручка упирается в карман брюк. Высота очень комфортная. Рука у меня даже чуть-чуть присогнута. Можно ее чуть-чуть опустить. Очень удобная высота будет для перемещения колеса. Частенько по пути нужно преодолеть какие-либо препятствия, в том числе и неожиданные. Проехать здесь нереально. Катить колесо неудобно. На этот случай в 18L предусмотрен датчик подъема. Просто поднимаю колесо, оно деактивируется. Можно идти. После перехода достаточно колесо просто поставить на землю, и оно автоматически активируется. Очень удобно. Иногда колесо нужно перекатить через преграду. В этом случае Тензо датчик не обязательно срабатывает. Толкаем колесо вперед, и оно запросто совершенно переезжает. Это препятствие не отключает. Тест на максимальную скорость. Сразу хочу предупредить для любителей максималок. Нужен определенный навык. Не будьте безрассудными, не летите. Мест, где можно прокатиться с высокой скоростью на моноколесе, не так много. Продолжение следует... Поднимаются педальки, прям так хорошенечко поддергивает. Конец нашей прямой. Останавливаемся. Давайте вместе с вами посмотрим на результаты GPS-трекера. Максимальная скорость 48 км в час. Несмотря на то, что спидометр показывал регулярно 50, все-таки погрешность 2 км в час, она присутствует. Сразу оговорюсь, что ранее я уже неоднократно пробовал разгоняться до максимальной скорости. И было пару случаев, когда GPS показывал действительно 50-51 км в час. Но в 90% заездов максималка была 48. В общем, вывод короткий, достаточно емкий. Спидометр родного приложения врет. У каждого производителя моноколес есть свое приложение для управления основными функциями колеса. Такое же приложение есть и у KingSong. Выглядит оно следующим образом. Здесь отображаются все основные параметры колеса, заряд батареи, скорость и много всяких настраиваемых параметров. Подробно я рассказывать особо про него не буду. Отмечу, что здесь есть интересные режимы настройки подсветки во время движения. Можно изменять цвет каждой комбинации. Можно установить ограничитель скорости. Управление голосовыми подсказками. Колесо может озвучивать превышение лимита настроенного. То есть говорить, пожалуйста, сбросьте скорость. Или же ограничитель будет работать ступенчато и звуковыми просто писками обозначать ступени, которые достигнуты по скорости. Ну, то есть такой звуковой спидометр получается. И очень интересная нижняя кнопка – это включение музыки как Bluetooth-колонки. Включаем музыку. Сразу же колонка начинает воспроизводить звук. И плюс воспроизводится светомузыка. Давайте этот режим выключим. По приложению всё. Остальные функции касаются именно технической части. Про них рассказывать я особо не буду. Скажу, что здесь можно обновить программное обеспечение и так далее. Подводя итог, скажу, что я проехал на 18L более 1300 километров. Пробег на одной зарядке варьировался от 40-45 километров до 80-90. И зависел от динамики и скорости движения. Я ездил в разных режимах и по разным покрытиям. Могу отметить, что колесо очень эргономичное. Отлично стоит на ровной дороге на любой скорости. Понравилась проходимость и плавность хода. Широкая покрышка 18-го размера позволяет легко заезжать на бордюры, на которые 16-дюймовое колесо заезжало с трудом. Колесо стабильно ведет себя на грунтовых дорогах. Даже по значительным неровностям. Там, где в принципе ехать некомфортно из-за тряски. Отлично контролируется в любых условиях. Тяга отменная. Недостатка мощности я не заметил. Легко заезжал вверх по пандусам вдоль ступеней любых подземных и надземных переходов, которые мне встречались. Прекрасно входит в повороты. Очень порадовала фара, которая позволяет относительно быстро ездить в темное время суток. Без дополнительного источника света в руке. В целом, плюсы можно перечислять долго. Ну, а из минусов я бы отметил долгую зарядку одним штатным зарядным устройством. И то, что в комплекте это зарядное устройство только одно. На фоне общей монолитности и отличного качества сборки колеса в целом, ручка в разложенном состоянии ощущается хлипковатой. Хотя в сравнении с Emotion V10F, ручка 18L вверх надежности. Подушкам, на мой взгляд, не хватает мягкости. При езде в шортах это не особо ощущается. А вот если ездить в длинных штанах, сцепления хотелось бы больше. Хотя недостаточным я бы все же его не назвал. В этом обзоре я постарался максимально подробно рассказать вам про моноколесо KingSong 18L. Хочу сказать еще одну такую важную вещь. 8 августа этого года, 2018, вышло последнее обновление, которое закрыло все какие-либо мелкие пробелы в прошивке колеса. И именно 8 августа 2018 года, я считаю, можно смело считать датой, когда моноколесо KingSong CS18L стало лучшим колесом 2018 года. Надеюсь, обзор вам понравился. Всем удачи, всем пока!